Как чистить зубы малышам? Сейчас расскажу. Пойдемте. Куда поставить запятую? Зависит от индивидуальных навыков вашего ребенка. А мы, в свою очередь, в наших сториз подобрали самые актуальные рекомендации, опробованные на нашем опыте. А главное запомните, нет универсального рецепта. Не получился один способ, пробуем другой. Кто ищет, тот всегда найдет. Раннее начало чистки зубов. Появился первый зуб? Берем щетку и начинаем чистить. Мама трогает десну? Не, не страшно. Мама трогает зуб? И нам тоже совсем не страшно. Таким образом, родители вырабатывают привычку у ребенка с самого маленького возраста – чистить зубы. Вы подстраиваетесь под ребенка, а не он под вас. Не хочет чистить ванной? Идем. Идем в зал. Не хочет в зале? Идем. Идем в коридор. А не хочет в коридоре? Идем. Идем на кухню. Ребенок не выдерживает всю гигиену? Чистим с перерывами. Почистили минуту? Отпустили поиграть. Почистили еще одну минуту? Идем смотреть мультики. И так потихоньку почистим все зубки. Не дает чистить зубы вам? Хочет сам? Нет проблем. Покупаем две щетки и чистим вместе. Психологические хитрости. Покупаем самую красивую щетку и самую вкусную пасту. Идем в магазин вместе. Покупаем ту щетку, которая нравится вашему малышу. И пасту тем вкусом, в котором ему больше всего нравится. Тогда малыш точно не откажется почистить зубки. Устроим соревнование. Чистим зубы всей семьей. А потом с помощью индикатора налета проверяем, кто же лучше почистил зубы. Кто лучше почистил, тот и победил. Но в первые разы советуем папе проиграть. И очень сильно расстроиться этому. В календарь чистки зубов. Можем повесить в ванной. Детки постарше могут прямо отмечать утреннюю и вечернюю чистку зубов. Детки помладше могут клеить наклейки. Ну а дальше фантазия. Собрали 10 наклеек, в воскресенье едем. Ваш сценарий. Ролевая игра. Можем чистить зубы любимой игрушки. А также можете принести любимую игрушку с собой на прием. Куклу, машинку, собачку. Кого больше всего любит ваш ребенок? Игра в микробов. Игра в спасателей от микробов. Игра в победителей микробов. Чтобы было понятнее, рисуйте вместе микробов. Лепите микробов с пластилина. Не умеете то, что надо. Микробы получаются убедительными. Только протест активный и бурный. Но тогда суровые, но любящие родители чистят зубы сквозь слезы. Ведь лучше так, чем совсем никак. Но не уставайте и не прекращайте рассказывать о прекрасных белых зубах и о злых микробах. Читайте про них сказки, смотрите мультики и не прекращайте чистить зубы с вашим малышом. Забывайте об адаптационных приюзитах к вашему стоматологу. Они здорово помогут приучить малыша к манипуляциям в полости рта. А заодно узнаете, нет ли у вашего ребенка карица. Познакомимся, подружимся и почистим зубки. А если нужно, даже что-то полечим. А заодно замотивируем чистить зубки дома. Делитесь, был ли у вас опыт прохождения через слезы. Обращались ли за помощью к детскому стоматологу?